Здесь поручни, как в троллейбусе. Гелик длиной как у S-класса. Уже нащупал какое-то спецоборудование. Ну и вы вряд ли видели такую крышу, как у дикобраза. Это не ржавейка толстенная, чтобы пробивать баррикады. За 9 миллионов рублей можно купить совершенно новый гелик G500. Но будет ли у него боковая сдвижная дверь? Или спецоборудование на крыше, которое глушит всю сотовую связь вокруг по району? Ну или хотя бы шест для стриптиза? Это особый АМГшный гелик из гаража особого назначения для защиты президента. И такого необычного Мерседеса вы еще не видели. Так что же скрывает внутри эта секретная машина? И как собирается вас защитить, если просто кто-то хочет вас убить? В кортеже президента у этих машин особое обозначение. Их называют луноход. Не ищите в нем смысла. Это просто кодовое обозначение. Но вы сразу узнаете эту машину. Ну, например, по зеркалам заднего вида для задних пассажиров. Давно вы такое вообще видели. Сделано это, видимо, для того, чтобы каждый пассажир этой машины понимал, что происходит вокруг нее. Во время погони или когда выскакиваешь из нее с автоматом. Я уже молчу, что здесь двери, как у минивэна. Только там это сделано для того, чтобы лучше грузить всякие подгузники и детей. А здесь, чтобы можно было ехать с открытой дверью на ходу. Так что можете взять просто свою СВДшечку и как в вертолете стрелок ехать на ходу. Вот только это не вертолет, а луноход. А вот здесь вот, собственно, у нас и педаль находится. Если ее нажмем, то дверь будет закрываться. А вот в обычном положении она просто стопорит дверь. Так что реально как вертолет. Никак не можешь прийти в себя после новогодних праздников? Забудь проблемы. Теперь ты викинг. Просто жмешь прямо в компе по ссылке, и у тебя в новом окне браузера открывается стратегия, которая позволяет создать своего героя и королевство. Клик-клик, и все готово. Бесплатная игра Vikings War of Clans встроена прямо в браузер и доступна на любой операцион. Дальше придется создавать собственную армию, направлять ее на завоевание, следить за прокачкой зданий, которые добывают ресурсы, и даже помогать другим королевствам ради своей выгоды. Мне особенно понравилось, что в викингах можно объединяться в единый клан вместе с другими игроками, поддерживать друг друга и устраивать масштабные разборки, ищи нас в игре под ником Привет Тачка. Игра бесплатна, не требует места на компе, открывается во всю ширину монитора, а по ссылке в описании ты получишь бонус переселения новичка и 200 голды для очень комфортного старта. Попробуй Vikings War of Clans, в нее играют уже 20 миллионов игроков, ну и пиши свой ник в игре в комментариях к этому видео, мы выберем один из них случайным образом и подарим этому человеку свой фирменный худи. Удачи! Илюх, ну ты закончил уже? Ну и вы вряд ли видели такую крышу, как у Дикобраза, не знаю, здесь столько дырок для спецоборудования, в основном это антенны, например, радиостанция Моторола, которая работает на расстоянии 400 километров, 400, ну или система Пелена 7, которая блокирует все сигналы вокруг автомобиля, например, вы заложили здесь бомбу, и у вас есть пульт с ней, но вы не можете ее активировать, потому что эта штука делает помехи, и все вырубается вокруг. То есть вы идете с мобильным телефоном по улице, связи нету, не можете дозвониться, и ругаете своего мобильного оператора, на самом деле мимо проехал вот такой чудесный гелик. Блин, здесь полно необычных штук всяких, но мне кажется, самое страшное и самое жесткое вот это вот малышка, знаешь, то есть все думают, что вот те здоровяки, как бы самые опасные, а она здесь вершит самые страшные вещи. Идем дальше по необычным фишкам, поручни на кузове, тоже необычная деталь, чтобы, скажем, охрана бежала около президентского лимузина. Потом заскочила быстро на подножки, и машина не отстала. Собственно, подножки держатся на мощнейших поперечинах, которые выдерживают 250 килограмм, так что можете нанимать в охрану хоть Стаса Борецкого. Упс! Что там внутри за оборудкой шесты, посмотрим чуть попозже, но и сам кузов необычный, он удлинен на 58 сантиметров, в итоге длина машины 5 метров, как у С-класса. Гелик длиной, как у С-класса. В общем, парковочное место для него придется поискать. И вот некоторые спросят, почему охрана президента не ездит на УАЗиках? Ну все просто, УАЗик может угнаться только за УАЗиком, так что президенту пришлось бы ездить вот на такой машине. Ну, кстати, задумайтесь, Владимир Владимирович, может, как бы и подешевле будет. А здесь АМГшный мотор, больше 500 сил, чтобы удержаться, соответственно, за любым кортежем. Спереди металлическая защита, как у терминатора, это не ржавейка толстенная, чтобы пробивать баррикады, заслоны, все что угодно. Радиатору пофигу, фарам пофигу, картеру пофигу. Терминатор. А еще здесь есть быстро открывающиеся окна, чтобы вести из них огонь и скрытые внешние динамики. Мощная тонировка задней части, вы никогда не знаете, сколько внутри человек и мощный боковой выхлоп. И огромные оригинальные колеса от G65, с V12, и от него же тормоза, чтобы останавливать эту потяжелевшую махину. Зацените, вся такая серая машина, и здесь красные АМГшные суппорта. На стиле. Ну и, конечно, необычная планировка салона, давай глянем. Но прежде не забывай о нас подписываться и ставить колокольчик, потому что мы постоянно находим вот такое вот что-то необычное. Ну и про Инстаграм не забывайте, там каждый день происходит экшн. В остальном классический АМГшный гелик нулевых годов. Вот эти вот приборы, эти кнопочки. Вы смотрите, какая здесь милая регулировка сидений дополнительная. И расстояние до лобового стекла, вот такого вот расстояния, ребят, вот зацените. И, конечно, шильдик G55. Ах, вот, оказывается, что лежит в основе этой машины. И зацените, какой здесь необычный подстаканник. Мне кажется, какая-то бильярдная была поставщиком этих подстаканников. И так что, если вы проливаете кофе, то не на руки, а на ноги. И здесь у нас, у пассажира, собственная розеточка. Вы думаете, там для всяких там смартфончиков, там WhatsApp, YouTube. На самом деле, через этот вот вход просто подключается куча оборудки. Сюда можно поставить дофига еще дополнительного спецоборудования. Так, пацаны, уже нащупал какое-то спецоборудование. Вот зацените, что написано. Это зачем? Если кто знает, напишите. И здесь у нас беспалево, упс, кое-что имеется. Закроем это все. Господи, какая маленькая. Ребят, если помните, у нас был форт, где можно было вот этот вот рюкзак просто в подлокотник класть полностью. По центру у нас находится такая полка, которая, в общем-то, крышка бардачка. И в этом бардачке, ребята, можно спрятать, в принципе, ну, тело конкурента. А здесь, это, наверное, одна из самых маленьких ниш вообще для мелочей. И с маленьким, собственно, лючком. Прикольно! Собственно, как мы это поняли, это G55. Собственно, 5,4 литра восьмерочка. Да, и с помощью компрессора вот этой вот штуки, которая очень красиво здесь вписана. И, кстати, смотрите, имя сборщика, который в одиночку собирал этот двигатель, это реально АМГшный мотор, выдает 507 сил. Такой же двигатель ставился вот на такие вот тачки в том числе. Оригинальный G55 разгонялся, собственно, с этим мотором до сотни за 5,5 секунд. И максималка 210 была, что неплохо для кирпича, весом больше двух тонн. Но эта машина, конечно, чуть потяжелее и чуть помедленнее должна быть. Но больше всего меня поражает расход топлива даже в те времена по официальным данным он составлял 21 литр на 100 километров в городе. Это по официальным данным, которое никогда не получается повторить. Собственно, эта машина тяжелее и сколько она ест реально, ну, блин, было бы интересно, конечно, проверить. Ну, и чтобы она проехала хотя бы 20 километров, здесь стоит дополнительный бак 80 литров. То есть дополнительный бак здесь больше, чем основной в твоей машине. Сам по себе двигатель отбегал 50 тысяч километров всего, во что охотно веришь, потому что машина вряд ли каждый день ездила в офис или куда-нибудь на дачу. И продается она сейчас в автосалоне Royal Motors, где полно еще похожего эксклюзива. Одних геликов здесь целая улица, ну, и другого эксклюзива полно. Заходите в этот автосалон, заходите на их сайт по ссылке в описании, оставляйте машину на комиссию. В общем, здесь настоящий конфетный магазин. Блин, а тачка-то матовая. Слушай, по последней моде, как у мерцев AMG GT, там, четырехдверных и так далее. В общем-то, тачка, походу, очень крута для всяких погоней, особенно съемок, погонь. Смотрите, здесь такая широкая подножка. Кладем кирпич на газ, да? Тачка едет. Попробуем перелезть, собственно, в заднюю часть. И зацените фишку. Ну, где вы еще видели сидения, которые поворачиваются второго ряда? А здесь есть. Собственно, к машине еще идут дополнительные фары спереди, сзади. Спецсигналы могут останавливаться, но, конечно, для этого нужно разрешение. Это раньше, помните, в общем, все со спецсигналами ездили. Даже, не знаю, начальник там мавзолея, туалета около мавзолея мог ездить с мигалкой. И девушка смешная звонила одна на радио, жаловалась, что ее не пускают с мигалкой в пробках. И у нас в эфир нам дозвонилась наша слушательница Татьяна со своей автомобильной историей. Последнее время, когда я двигаюсь на машине со спецсигналом, меня практически никто не пропускает. Скажите, Татьяна, а вы кем работаете? Я не работаю. А каким образом вам сказал спецсигнал? Вот, сейчас все строже гораздо, соответственно, но мы даже с Лехой как-то делали из Prius патрульную машину, так что купите пару ведерок и дизайну этого гелика они явно не повредят. Ну и, собственно, странности этого гелика на этом не заканчиваются. Где вы еще могли бы сделать вот так вот? Здесь поручни, как в троллейбусе. Ну и отделка такая, что можно из шланга смывать, не знаю, кровь, рвоту, все что угодно. Очень функционально и практично. Ну и посмотрите на эти сидения. Все-таки они, конечно, поворотные, крутые, но отделка как в УАЗике. Так что такая суровая служба на этой машине. Ну и здесь, собственно, по заказу может стоять оборудка дополнительная. Здесь могут стоять крепления для разного вида оружия, скажем, можете гальтовет попросить сюда ставить. Ну и здесь, в принципе, есть подстаканечки, смотрите, и здесь такие выемки можно, в принципе, приспособить автомат и ехать себе удобненько и комфортно. Блин, офигеть, здесь двойной пол. Полозье прям заходит сюда, но пол-то, в общем, выше, чем обычный. Зацените, необычная двухстворчатая задняя дверь, соответственно, сразу вспоминается вот это, знаете, из фильмов езда, перестрелки во время погони, в принципе, сзади еще полноценная комната, здесь есть свои колонки, свой свет, можно хоть дискотеку небольшую здесь устроить. Стало душно, пожалуйста, открыли окошко боковое, так что здесь может уместиться еще четыре сидящих человека, представляете, такой гелик подъезжает, и из него выходит восемь бойцов, в этой машине помещается восемь бойцов, еще бы здесь сели, если бы лавки побольше заказали, но сюда можно заказать задние поворотные кресла, и здесь будут сидеть ребята с ружьями, и, соответственно, контролировать заднюю часть кортежа. Ну и, соответственно, не нашлось посередине места стопа, он переехал наверх, и здесь тоже есть широченная просто ступенька и возможность ехать сзади машины, ну и если вокруг тачки ошиваются типа нас кто-то, типа меня и вас, то его можно разглядеть через внешнюю камеру. Зацените, все это закрывается обычной шпилькой, как у обычной двери. И здесь, ко всему прочему, есть еще и CD-ченджер на дисках, все-таки искусство не чуждо и самым брутальным спецназовцам, правда, вот диски тоже уже нигде не продаются. В общем, машина классная, выглядит гораздо круче, геликов, которые до этого стояли, в кортежах работали с удлиненными жопами такие, и в общем-то я даже видел такие луноходы на обслуживании у обычных дилеров, никаких проблем с этим нету, кто-то даже выпустил масштабную модель этой машины, в общем, она довольно известная оказывается. Делает такие гелики немецкая компания BINS, почти BINS, это такая специализированная немецкая фирма, которая делает спецтехнику, в том числе, например, катафалги на базе Теслы. Ну, чтобы, видимо, было все тихо, чинно, благородно. И если тебе нужен супер уникальный гелик или идеальная машина сопровождения, то вот он здесь, в прекрасном состоянии. После этого выпуска, кстати, можешь глянуть другие обзоры лимитированных геликов, которые у нас были. Это 900 сильный гелик Brabus, это гелик Maybach за 80 миллионов рублей. Ну и подписывайся на нас, оставайся, потому что мы наснимали еще кучу всего интересного. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok